Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня рассмотрим несколько хитростей и идей, которые, я думаю, будут многим очень полезны. Ну а что это за идеи, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Поехали! Друзья, думаю, у каждого в мастерской имеется вот такой баллончик с WD-40. И многие сталкивались с такой проблемой, как потеря трубочки. Сегодня покажу полезный совет, как этого избежать. Понадобится обычная шариковая ручка. Достаем пасту, она нам не нужна. И прикручиваем вот эту часть к баллончику. Теперь трубочку устанавливаем сюда и закрываем колпачком. Все, наша трубочка никуда не денется. Если здесь отверстие чуть больше вашей трубочки, можно просто его запаять. Кстати, чтобы не искать каждый раз начало нашей изоленты, нужно делать простое действие. После того, как мы оторвали нужное нам количество изоленты, делаем подгиб и отрываем. Все, теперь в любой момент мы можем найти, где начинается наша изолента. Друзья, многие, кто работает с перфоратором, имеют вот такие старые ненужные буры. Не спешите их выбрасывать, из них можно сделать отличную самоделку. Вставляем бур в перфоратор. Отступаем буквально 2 см. и отмечаем. Зажимаем бур в тисках и отрезаем лишнюю часть. Затем нужна гаечка подходящего диаметра. Она должна одеваться на наш бур и не доходить пару миллиметров. Затем, включая полуавтомат, выставляю ток поменьше. Вот что получилось в итоге. И теперь можно попробовать в работе нашу насадку. Все, наша насадка готова. И сейчас я покажу, для чего она нужна. А использовать насадку я буду для забивания гвоздей. К примеру, когда забиваем гвоздь в потолок, где-то в трудном доступном месте, где неудобно подлезть молотком. Вот как раз эта приспособа нам и поможет. Сейчас я покажу, как она работает. Берем перфоратор и включаем режим удара. Все, и пробуем, забиваем. Для начала возьму небольшой гвоздь. Все. Как видим, гвоздь забит. Давайте возьмем гвоздь побольше, на 150. Входит как по маслу. Нужно понимать, чем больше сила удара, тем быстрее будет гвоздь забиваться. Кстати, недавно приобрел себе вот такой перфоратор от компании Риоби. Главное преимущество этой линейки, что один аккумулятор подходит к более чем 150 инструментов. Поэтому можно экономить до 50%, а цены покупая потом только тушки. Перфоратор имеет три режима работы. Это удар, затем возможность поворачивать долото во время удара, сверление с ударом и просто сверление. Патрон SDS Plus гарантирует быструю смену оснастки. Двигатель здесь 18 вольт, а L-образная форма перфоратора позволяет максимально приблизиться к рабочей поверхности. Кстати, имеется также встроенная LED-подсветка, которая гарантирует хороший обзор в рабочей зоне. Ну и также большим плюсом считаю, что здесь имеется реверс. То есть в одну сторону вращается, нажимаем в другую сторону. Тоже считаю большим плюсом. Ну и конечно же, близится Новый год. Если ищете идеи для подарка, то сейчас проходят акции на данный инструмент. Ссылочку, где я его приобретал, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Друзья, ну а из оставшейся части тоже можно сделать небольшую самоделочку. Сейчас обрежу победитовый вот этот наконечник и заточу на наждаке. Получился вот такой простой разметочный керн. Есть у меня и заводское исполнение. Но самодельное мне нравится больше. Ручку я здесь делать не стал. Здесь можно было либо изоленты намотать, можно было взять шланг, либо также можно термоусадочкой все было здесь сделать. Но такое исполнение мне понравилось больше. Где его можно использовать? К примеру, делать разметку под сверление в древесине. Отверстия делаются легко. Также можно делать разметку на металле. Наш керн, как видим, не тупится. Друзья, с такой проблемой кто-нибудь сталкивался, когда нужно удлинить профиль, а специального удлинительного профиля нету под рукой. Что для этого нам потребуется? Потребуется еще один обрезок такого же профиля. Круглый предмет, можно трубу взять. И нажимаем на центр нашего профиля. Теперь подгибаем края. Должно получиться вот так. Помещаем наш профиль посередине. И крепим саморезами. Вот что получилось в итоге. Профиль удлинили без специального соединителя. Работая с герметиком, люди часто удаляют вот эту часть. Но этого делать не нужно. Для чего она служит? А служит она для того, чтобы нам не потерять колпачок. То есть помещаем сюда колпачок. Свободно работаем. И после завершения работы накручиваем снова колпачок на наше место. Друзья, сейчас покажу еще один очень интересный лайфхак. К примеру, нам нужно нанести герметик на одинаковом расстояние от края. Как бы мы ни старались, все равно мы будем немного уходить куда-то в сторону. Что нам для этого потребуется? Берем сверло, к примеру, четверочка. И сверлим отверстие на нужном расстоянии вот от этого носика. К примеру, нам нужно нанести герметик на расстояние одного сантиметра от края. Отступаем один сантиметр и сверлим. Просверлили. Теперь можно наносить герметик. Носиком упираемся в край нашей заготовки и наносим герметик. Как видим, герметик наносится на одинаковом расстоянии от центра. По завершении работы отверстие можно просто замотать изолентой. Либо малярной лентой. Все. И теперь, открутив носик, мы можем спокойно работать носиком. Работая с краской, иногда требует свободная минутка. В этот момент нам нужно положить куда-то кисточку, чтобы на нее не попала ни пыль, ни грязь. Иначе вся наша покраска будет насмаркой. Чтобы такого не происходило, нам понадобятся обычные стяжки. Крепим их на кисточки. Вот такой у нас получился ежик. Теперь лишнюю часть откусим, оставим приблизительно по сантиметру, чуть поменьше. Теперь кисточку можно положить на любую поверхность. И не бояться, что на нее попадет пыль, либо грязь. При покрасочных работах часто пачкаем руки. Обычно берем либо растворитель, либо, к примеру, white spirit и отмываем руки. Но отмывать руки, к примеру, в мастерской идет очень сильный запах. И здесь нам поможет обычное подсолнечное масло. Берем на полотенце, наливаем немного масла. И отмываем руки. Как видим, масло тоже хорошо справляется с краской. Но в то же время нет сильного запаха. Масло оттерло краску. И в то же время в мастерской нет сильного запаха. Друзья, вот такое видео сегодня получилось. Напишите в комментариях, какая идея вам понравилась, какая не понравилась. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы будем на этом заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.